Территория храма Фриотова подготовят к крещению. Религиозный праздник православные верующие отметят 19 января. В этот день традиционно пройдут праздничные богослужения, но с поправкой на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. На службе прихожанам понадобятся маски и перчатки. О других мерах безопасности позаботятся экстренные службы и городские власти. В подготовке к этому празднику существует штаб. Мы встречу со штабом уже провели 28 декабря. Отработали все необходимые процедуры и мероприятия, что касается обеспечения безопасности с полицией, с МЧС, с скорой помощью. Все службы работают и, конечно же, готовы к проведению праздничных мероприятий. Глава муниципалитета проинспектировал территории Казанского и Троицкого храмов Риотова. Объектами особого внимания стали пешеходные дорожки и подъезды к церквям, парковки и общественные пространства по соседству с религиозными сооружениями. Их очистят от снега, чтобы в праздник крещения прихожане имели свободный доступ к храмам. Соответственно, эти все мероприятия мы проверили, посмотрели, дал соответствующие указания. И также еще раз перед праздниками проеду, посмотрю, каким образом наши коллеги отработали. В Крещенский сочельник 18 января верующие традиционно окунаются в проруби в открытых водоемах. Однако в Риотове разрешенных мест для купания не будет. По заключению Роспотребнадзора, качество воды не соответствует нормам. Поэтому на крещение на фабричном пруду будет дежурить охрана, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации. Ближайшие крещенские купили находятся на реке Пехорка и озере Дивном в Балашихе, а также на Терлецких прудах в Восточном округе Москвы. Убирается специальное место, оно проводится обследование сотрудниками вместе с водолазами. Дно должно быть чистое, не должно быть никаких предметов, которые могли бы помешать непосредственно спуститься в воду. Должны стоять шатры, купель должна быть оборудована поручнями, чтобы можно было удобно спуститься и удобно подняться из этой купели. Ну и сотрудники, конечно, присутствуют экстренных служб, это скорая помощь, сотрудники МЧС и водолазы. Спасатели советуют риутовчанам не выходить на тонкий лед, а людям с хроническими заболеваниями и вовсе воздержаться от зимних купаний.